довольно гибкий но он может лопнуть но пока так оставим пока ставим так потом надо что-то придумать наверно сюда привязать а тут туда привязать и тогда будет такая арка будет просто замечательно так эту ветку наверно тоже назад надо будет вернуть а эту куда-то сюда заплести ну вот в принципе основные нижние ветви я заплел также у меня была мысль о том как сделать стены из каких растений взять или синтетических материалов ну вот синтетический материал это геотекстиль для меня как для меня интересен и спонбонд это такой же чем-то напоминающий геотекстиль только он пропаян через такие точечки он еще применяется в одежде я применил его для кур в качестве этого ветра барьера очень хорошо себя показал на протяжении нескольких лет ну вот куры себя плохо показали они его очень сильно не любят или любят расклевывать а вот сам материал очень хорошо держит ветер и внутри помещение довольно таки тепло вот это еще надо заплести так не рекомендую заплетать в морозы ветви потому что очень хрупкая получается вот так сюда а потом сюда а потом это сюда навстречу сделать пустик навстречу это еще раз за ствол туда и так из растений которые что здесь можно применить для для того чтобы не было таких пустот значит первый вариант это быстрый можно так сказать это хмель очень хорошо плотно зарастает его тоже тоже можно спонбондом вообще с двух сторон зажать чтобы он еще и как утеплитель работал но если вы не хотите спонбонд в принципе можно его и не применять если не собираетесь жить круглый год хотите чтобы стены были натуральные можно оборачивать снаружи спонбондом они еще будут прозрачными дополнительно тем листья которые будут внутри им даже будет нормально там аж три штуки он не вижу на не четыре штуки на ветке вот это да попарно сейчас подойду покажу и виноград посадить виноград можно даже допустим шире посадить чтобы они корнями не сильно дрались но я не знаю насчет того того что виноград будет хорошо расти или нет но такой вот у меня вариант так смотрим вот такое замечательное замечательные такие плоды этот даже довольно крупный получился как для молодого деревца виноград еще будет приносить плоды и если его дополнительно укутать он еще не будет мерзнуть в помещении будут сразу ягоды осенью вот еще не знаю показывал этот или нет уже не помню сейчас покажу с виноградом виноград сам плетется и этот хмель тоже сам плетется поэтому будет выглядеть виноград где-то вот так вот там где такой колонна такая вот в общем ствол такой получается там очень много плодов висит то есть на втором этаже по любому будет можно будет питаться и еще я заметил что виноград если его пустить вверх на дерево он растет значит максимально я видел в городе вырастал до седьмого этажа здесь он где-то это на высоте третьего этажа если так присмотреться третий может быть четвертый этаж были выскочил туда каким-то образом и чем выше будут плоды тем они будут вкуснее и крупнее вот посмотрите какие там плоды уже почти поспели некоторые потемнели это у меня лидия и вот какие здесь это та же самая лидия вот с нее идет какие вот они здесь плети все идут туда лозы плети а вон так можно посмотреть еще под углом то есть в принципе этот дом будет обеспечивать себя орехами ну не знаю насколько будет обеспечивать но по крайней мере если у вас участок небольшой соседи не против двухэтажного дома и так деревья у вас некуда негде особо садить можно так посадить по периметру дома так вот еще у нас ветка осталось очень большая ветка попробую через второе дерево запустить вот 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 так дальше предстоит уже заплетать наверное с со стремянки так не получится да я думаю что так значит планируется подцепить кольцо где-то на высоте два с половиной метра ну я точно не могу сказать когда это произойдет или что что это будет кольцо у меня есть из проволоки к этому кольцу подвязать чтобы оно все было более-менее равномерно они как хотели они росли подвязать полипропиленовой веревкой это потом веревка она постепенно обкрошится может быть может быть железной проволокой привяжу я ничего не знаю но наверное скорее всего полипропиленовая она за два года превратится в труху так сейчас я пойду с другой стороны чтобы было видно вот здесь у меня вход это так скажем север у нас где-то так получается значит это юго-юго-запад я так думаю север вот так вот так даже север да где-то туда ту сторону вход довольно широкий ну я думал что там ветки по нарастают посмотрим короче и потом после этого кольца она будет скорее всего изнутри стоять то есть эти сейчас они растут более-менее приблизительно вертикально вверх а затем уже будут нагибаться вот начиная с этого кольца будут нагибаться и будет еще не маленькое кольцо ночь большое где-то диаметром около трех метров приблизительно а маленькая потом уже будет выше там уже придется на на лестницу так ставить вертикально с опорой на эту на нижнее кольцо потому что стременка у меня только два метра и будет уже загибаться на и на осенью следующего года уже к этому кольцу чтобы купол сходился в центре посмотрю буду ли я делать skylight посередине вверху ну может быть буду может не будет не трудно об этом сказать сейчас надо еще подумать подумать поразмышлять но пока вот так то есть это приблизительно 7 лет на это ушло деревья обмерзали по моему на второй или на третий год старайтесь садить морозостойки или накрывать сверху чтобы она держалась хорошо сейчас покажу вот уже как заплетено я думаю что пойдут вертикальные и тогда их можно будет еще раз через какое-то расстояние наклонить или перевязать провязать но главное что связи какие-то есть диагонали жесткости они видите идут не горизонтально а по диагонали немножко из-за этого будет держаться от складываний выглядит конечно не идеально но я думаю что для такого опыта первичного скажем так это вполне нормально и видно что некоторые еще так вот под углом растут то есть вот приблизительная вертикальная ось ну так скажем вот и уклоне на юг сторону юга уходит где-то сантиметров 40 наверное это довольно таки прилично даже не знаю как это угол ну что ж это в деревья они не хотят чтобы затеняли да все наклоняется к югу даже эти деревья кроме вот этой ветки которая растет на север и сейчас покажу сейчас отойду покажу с этой стороны какое величественное сооружение получается так что я подвожу итоги значит в принципе можно жить с самого первого года желательно садить растение быстро растущие жить в палатке берите сразу комфортабельную палатку такую как которая в которой вы сможете прожить много лет ну или как если у вас не палатка а допустим дачный домик вы хотите построить или уже построили дачный домик такой маленький домик скажем так одноэтажный или двухэтажный маленький то тогда по периметру просто садите и оно растет также по периметру можно хмель или виноград посадить надо выбирать сразу потому что хмель потом прорастет и его от него избавиться будет очень сложно по корневой системе и виноград тоже он растет довольно таки долго поэтому нужно тоже учитывать и садить не одно дерево несколько кустов в общем голов винограда так скажем голов да естественно старайтесь соединить ветви между собой таким образом оно потом зарастет как я наблюдал в заборе зарастает забором она в общем заплывает проволока другие ветви они постепенно прирастают там истончается кора ну не знаю как объединиться она полностью или нет мне трудно об этом сказать но по крайней мере это соединение уже будет крепкая уже не будет такое как сейчас его нельзя будет просто там снять и только отпиливать итак живой дом есть я рассчитывал здесь использовать его как беседку или для загончик для кур но скорее все как беседка слизко жирно для кур в него можно будет в нем принципе можно будет жить летом по крайней мере если сделать какой-то навес и защиту от комаров но в этом году комаров почти нет можно повесить гамак или столик поставить в общем использовать его как такую аль танку скажем так на это это уже решайте сами насколько вы хотите жить единица с природой но вот такой вот сооружение я вам рекомендую обязательно учтите что в будущем она будет затенять очень сильно так как орехи это не какая-то там жиденькая береза которая почти не закрывает свет здесь будет тень поэтому все вокруг должно группироваться с учетом этого подписывайтесь на канал арсений селезнил зверобой рассмотрите строительство такого посадку такого дома подписывайтесь на канал пока